Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст, 28-й беседе на книгу Бытие, говорит, что устремляющие мысли свои к Богу легко совершают подвиги добродетели. Когда душа устремляет мысли свои к Богу, то уже не может обольщаться видом предметов чувственных. Но проходя мимо всего чувственного, вернее этих находящихся пред нашими глазами предметов, созерцает предметы, невидимые для телесных глаз и не подвергающиеся переменам, но постоянно пребывающие, неизменные и непоколебимые. Таковы умственные очи, они постоянно устремлены к созерцанию небесных предметов, и, озаряемые их блеском, на предметы настоящей жизни смотрят, как на тень и сновидение, нисколько не обольщаясь и не увлекаясь ими. Напротив, уверят ли богатство, тотчас посмеиваются ему, зная, что оно не постоянно всякого беглого раба. Переходит от одного к другому и никогда не остается на одном месте, но еще и причиняет множество зол своим обладателям и низвергает их в самую бездну погибели. Увидят ли красоту телесную и ею не обольщаются, представляя непрочность ее и изменяемость, как, например, иногда болезнь вдруг портит всю красоту, как даже и без болезни старость делает прежде благообразное лицо некрасивым и безобразным, а смерть, наконец, разрушает всю красоту телесную. Увидят ли какого-либо облеченным славою или властью, достигшим самой высоты степени почестей и наслаждающимся полным благоденствием, и на него взирают, как на человека, который не имеет у себя ничего прочного и неизменного, но гордится тем, что утекает быстрее речных потоков. И в самом деле, может ли что быть ничтожнее всей славы настоящей жизни, когда она сравнивается с цветом травы? Всякая слава человеческая говорит нам Писание, как цвет на траве. 1 Петра, 1 глава, 4 стих, Исаия говорит об этом, 40 глава, 6 стих. Кто воспламеняется любою к Богу, тот уже не хочет более смотреть на предметы, подлежащие зрению телесному, но, имея у себя другие очи, очи веры, постоянно устремляет ум свой к небесным предметам, их созерцает и, ходя по земле, делает все так, как бы жил на небе, не встречая ни в чем человеческом препятствия к подвигам добродетели. Такой человек не смотрит уже ни на приятность жизни, ни на противные и тяжкие обстоятельства, но, проходя мимо всего этого, поспешает к своему отечеству. Как бегущий, с великим напряжением, по чувственному поприщу, не видит никого из встречающихся, хотя бы они тысячу раз и сталкивались с ним, но, устремив мысли свои к поприщу и быстро, пробегая все, стремится к предложенной цели, так точно и старающийся идти поприщем добродетелей и взойти от земли на небо, все видимое внизу оставляет, все свое внимание обращает на поприща и не останавливается, не удерживается ничем видимым, пока не достигнет самого верха добродетеля. Ибо для человека с таким настроением ничего не значит и то самое, что кажется страшным в этой настоящей жизни. Он не боится ни мечей, ни пропасти, ни зубов зверя, ни пыток, ни руки палача, ни другой какой-либо неприятности житейской. Нет, пусть положат пред ним горячие угли, он пойдет по ним, как бы по лугу и саду, пусть угрожает ему и другим каким-либо родом мучений, он не цепенеет при виде их и не уклоняется, потому что его душою овладело желание благ духовных. И он, как бы находясь вне тела, становится выше страданий и будучи подкрепляем высшую благодатью, даже и не чувствует телесных мучений. Посему прошу, чтобы нам быть в состоянии легко выносить труд добродетели, покажем великую любовь к Богу, и к Нему устремив наши мысли, не будем никаким предметом настоящей жизни останавливаться на этом поприще, но, помышляя о непрерывном наслаждении будущими благами, станем благодушно переносить все скорби этой настоящей жизни. Пусть ни бесчестие не печалит нас, ни бедность не стесняет, ни болезни телесные не ослабевают бодрости душевной, ни людское презрение и унижение не делает нас менее усердными к подвигам добродетели. Но все, сотрясши себя, как пыль, и приняв бодрое и возвышенное настроение духа, будем таким образом во всем обнаруживать великое мужество, и всеусердно перемиримся с врагами, и все прочие страсти и сторонами с души нашей. Возмущает ли нечистая похоть? Изгоним ее. Разжигает ли гнев? Утолим этот жар пением духовных наставлений, показывающих гибельность этой страсти. Ибо муж, ярый, говорит нам Писание, неблагообразен, и в другом месте всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит гиене огненной. Матфея 5, глава 22 стих. Возмущает ли нашу душу сребролюбие? Постараемся бежать и от этой пагубной заразы, и исторним ее, как корень всех зол. Да и каждую из возмущающих нас страстей постараемся исторнуть, дабы, воздерживаясь от злых и совершая добрые дела, могли мы в этот страшный день удостоиться человеколюбия Божия. Господу слава во веки веков. Аминь.